Девушки отдыхают Я случайно добился наслоения двух времен И в нашей квартире образовалась транзитная зона Между настоящим и будущим Я звоню в полицию Ты чего в нашей квартире сделал? Это моя квартира Чего? Паша! Это ты! Блин, что со связью? И что за ретро-тариф? Я комфорт заказывала Я тут два билета достала на спектакль в Ленком Мы с детом взять не сходим А ты чего влюбилась? Глаз с него не сводишь? Проходили Хочешь бесплатный совет? Ровно в шесть вечера К вам нагрянут люди из ККБ И я успею закрыть временной портал Запускай! Они свет выключили! Твою ж мать! А что делать? Так у вас же есть электричество То есть я люблю тебя Во время эксперимента категорически нельзя находиться в чужом времени Получилось? Получилось, но не совсем Друзья мои, вы меня извините Но кажется, мы с вами оказались В самой настоящей Пространственно-временной Жопе Дед, не надо А где мы оказались? В дыре, в седалище Пространственно-временной пятой точки Нет, мы оказались именно в жопе Надо же называть вещи своими именами, да? И сейчас я вообще не понимаю Где мы и что происходит Я этого так не оставлю Да, это бесполезно Сейчас Но должен же быть отсюда хоть какой-то выход Отсюда нет Ты остановился на седалище Да Мы оказались Мы оказались в аномалии Где все физические процессы Остановились Попросту говоря Время замерло Я начал поиск настроек машины Чтобы запустить время А остальные пытались мне в этом помочь Сергей и Светлана Занялись проведением Физических опытов Для определения свойств Окружающей среды Жорик и Кристина Заявили нам, что отправились В экспедицию В поисках Незастывших форм жизни Ну ты че? Павел, ну старший Паша Который образовался Во время первой временной петли Искал в библиотеках Научные труды Об аномалии Целыми днями Он скурпулезно По крупицам Собирал информацию О путешествиях Во времени Тщательно готовился К скачку Который его запустил Я продолжал пробовать Разные настройки Машины времени Но все эти эксперименты Окончились неудачей Паша занимался Фотофиксацией Пространственного положения Биологических объектов В надежде найти Признаки движения Обхохочешься Затянувшаяся экспедиция Жорика и Кристины Дала мне понять Что дальше находиться В аномалии Просто опасно Возможности моего аппарата Не безграничны И настал тот день Когда Когда я перебрал Все возможные варианты Все Кончился Матвей Платоныч Мазосим Прощаюсь Вот тут Наверное Отмечать и будет Офигеть Конечно Праздник Дед Я всех собрал Чтобы сказать тебе Мы верим В твой талант И у тебя Все получится Вы чего? А давайте Все хором У тебя Все получится У тебя Все Получится Маша Маша Что происходит? Ты сказал Что Новый год По твоим подсчетам Дед просто отчаялся И хочет Все бросить Я поэтому Вас собрал Чтобы его поддержать Правду сказать Нельзя было Иначе Иначе вы бы не пришли А ему очень нужна Наша поддержка Вижу Вижу Все в сборе А что Такие грустные А? Ну что Новый год же Ну Давайте Зажжем Белочка Походу Какая Белочка Я Матвей Хочу Чтобы Благодарность Вот за это Все Сделать тебе Тебе Матвей Подарок Я Хочу Чтобы ты Перестал Быть рабом Вот этой Лампы Заработала Стой Смотрите Карета Человек Черки Привет Эй Круто Мир снова Движется Теперь мы Можем делать Все Спокойно Спокойно Товарищ Не все так Хорошо Давайте Разберемся Где мы С вами Оказались Благодаря Очередной Вашей Оплошности Да какая Разница Профессор Мир Кругом Живой Все шевелится Сереженька Но мы не могли Переместиться В пространстве Только во времени И что А то что Либо мы в далеком Будущем Где вместо Москвы Снова лес Либо мы в прошлом Где вместо Москвы Еще лес И судя Вот по этой вот карете Да это может кино снимают Или пранк какой-нибудь Сережа Сейчас 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 я перезаряжу Мужчина Вы успокойтесь Стоять Ординарец Его императорского высочества С секретным пакетом И любой Кто мне воспротивится Преступник Нежели вы черти Сереженька Приготовьте Сейчас будет ваш ход Да и на вас Управо найдется Отче наш Ежесей на небесе Это будет имя твое Вы все арестованы А я О Тепленькая вроде Так Матвей Платоныч Давайте заводите свою машину Доставляйте нас обратно Светочка А вы Здесь где-нибудь видите Розетку Человек сказал Его императорское высочество Интересно А какой сейчас год 1836 Приплыли Это что? Это карета Нашел Тут по-немецки Что-то написано И дата Это розыгрыш какой-то Что-ли Не похоже Там вон Куча Одежды старинной Ну в общем Некая Мария пишет Великому князю Александру Что Мол Готова выйти за него замуж Город Дармштадт Год 1836 Принцесса Мария из Дармштадта Капец Так это же будущая жена Александра Второго Она ему наверное и пишет Ты-то откуда знаешь Недоросль У нас в коммуналке в туалете Учебник истории валялся Так вот я 19 век Очень хорошо знаю Правда За исключением Пару вырванных страниц Но Это не моя вина Из-за тебя опять встряли Зараза Вообще понятно Что произошло Ну как Павел вскрыл письмо От принцессы Самому императору Александру Не я Другой Павел Я же не дурачок Да Он Ты что затеял Ща Это кстати мой Я его лет в пять На детской площадке Потерял Да Странное место Позволь я продолжу Так вот Павел вскрыл письмо А что это значит? Это значит Что император Александр Второй Никогда его не получит И никогда не женится На принцессе Все Мы изменили ход истории Это катастрофа Естественно Мы должны были Как-то все это исправлять Будьте предельно осторожными Минимум контактов с местными Просто Отдали письмо И сразу назад Выдыхай Профессор Все будет окей Поменьше Вот окей Нас расстреляют Как английских шпионов А я разрулю Ну думаю Разрулю тоже не старинное слово Так Ребятки Может мне вообще Рот скотчем заклеить А вам так спокойнее будет? Устроит такой вариант? Нет не устроит Какой устроит? Вот кляп Нас устроит Хорошее старинное Русское слово Да ну вас Аккуратно Не знаю что там Не знаю где Понимаешь В людных местах Нам находиться небезопасно Матвей сказал Искать шалаш Или охотничью избушку Ну конечно Мы же в гребаном Простоквашино Сейчас пустой дом найдем Там еще и пес Говорящий будет Все короче Я устала Жорик прав Будем искать И надо держаться вместе А то вдруг какой-нибудь Медведь не спит Согласен Вместе гораздо безопаснее Ой у вас вдруг Такое взаимопонимание началось Жорик ты прав Нет Светлана Это вы правы Аж тошнит Все Давайте разделимся Я туда пойду Стой Нельзя одной Дикий зверь Это опасно Они уже сдохли От твоих нотаций Я догоню ее Догоню ее Ну вот Сейчас еще Много снежка посыплю И будет почти незаметно Не зря у меня По военной подготовке Отлично Я конечно Человек Сугубо гражданский Но я боюсь Что Вот это вот Это не маскировка Это прекрасный ориентир Для артиллерии Значит нам побольше снежка Ваше сочиство Медведь Жорик Кристина Все быстро? Боюсь что да Жорик Жорик Ты ранен? Я бы сказал Позорно ранен Все уходи Я не хочу Чтоб ты это видела Блин Вот тебе и медведь Ядрен матрен Вы что охренели В людей стрелять? А вы какого ляда Здесь шарите? Это угодие императора Да хоть Дарта Вейдера Я вас в тюряге знаю Уроды Я был уверен Что стреляют медведи Они ни при чем Стрелял я Я приношу свои извинения Надо же Какой вежливый парнишка Я тебя сейчас придушу Скотина Ээээ Пустите ее Руки убрали от меня Что происходит? Что вы опять затворили? Мама Они в Жорика стреляли Убили? Не, не Нормально Общайтесь пока Отпустите ее Буйная она Ваше императорское высочество Выполнять Высочество? Сударыня Перед вами его Императорское высочество Государь и наследник Цесаревич и великий князь Александр Николаевич Как вы здесь оказались? Всем должно знать Что тут императорские земли? Мы это Гуляли Заблудились немножко В прятки играли Подосиновики собирали Давайте я расскажу Мы С моим мужем Ехали из Дармштадта Везли письмо Мой муж Отец Кристины Он гонец Его высочества Вашего Высочества Вашего общего Высочества Письмо от принцессы? Да Мы вышли Прогуляться Воздухом Подышать И И заблудились А мой муж Он нас не нашел И уехал И Исполнять свой долг Что ж Дабы искупить свою вину Приглашаю вас в поместье А вашего брата Осмотрит лучший врач Он мне не брат А бойфренд Что ты говоришь Бойфренд Брат 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 Учит-учит английский И все равно Слова путает Отнесите его в мою карету Ну, а хорошо Мы его здесь подождем Мама, я не брошу Жорика Любит очень Брата Улыбайся Нас казнят Жорик Светлана Кристина Здесь кого-то ранили И унесли Да нет Жорик с Кристиной Снова поссорились Не смешно, Паш Нужно срочно возвращаться К машине Как, а Они же могут погибнуть А если мы не спасем машину Погибнуть могут все Иногда нужно принимать Тяжелые решения Эй, гимчик Ты что, педали побутал? Может, изволите пешком, ваше благородие, а? Мне пешком не почину Не почину? Спалимся Давай направо Я не пойму Ты так башкой приложился Что атлас 19 века узрел Навигатор сработал Чуйка Ты вот скажи мне, мил человек Где твоя чуйка была Когда ты письмо Исторической важности вскрыл А? Чуйка Эй А ну, отойдите от нее Эй, немедленно Отойдите от машины Я уже начинаю скучать По пространству, в котором никто не шевелится И ничего не стреляет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok